Если звук расходится от источника во все стороны, его громкость быстро убывает с увеличением расстояния. Чтобы громкость не падала так быстро, желательно сделать так, чтобы звук распространялся не во все стороны, а только в одном направлении. Простейший опыт состоит в том, чтобы постучать по батарее. Звук, идущий по водопроводной трубе, будет слышно на всех этажах, там, куда по воздуху он уже не доходит. Водопроводную трубу можно заменить натянутой ниткой, соединяющей две коробочки со вставленными в них мембранами. Получится всем известный ниточный телефон или шептунчик. Одна коробочка играет роль микрофона, другая – наушника. Звуковые колебания раскачивают мембрану микрофона, она дергает за нитку, а нитка раскачивает мембрану наушника, воспроизводящую и усиливающую звук. Зажмем нитку в пальцах и проведем по ней. Слышите, как мембрана усиливает все колебания нитки, даже самые слабые? А теперь пойдем на улицу, натянем между коробочками 15 метров нитки и пошепчемся. Звук можно также передавать по воздуху через длинную резиновую трубку. Сердце стучит совсем не громко, но врач, приложив стетоскоп к груди пациента, хорошо слышит его удары. Или еще, в первых автомобилях шофера отделяло от пассажиров толстое стекло, а через трубку переговорного устройства пассажиры могли отдавать приказания водителю. Мы взяли трубку длиной 15 метров и присоединили к ее концам открытые коробочки. Проложим переговорную трубку между двумя этажами, как на корабле между капитанским мостиком и машинным отделением. Слышите, как искажается голос? Через такое устройство проходят только низкие тона, а высокие обрезаются. Передавать звук в определенном направлении можно и с помощью рупора. Как любая антенна, рупор работает и на прием сигналов, и на их передачу. Чтобы рупор хорошо работал, его диаметр должен быть большим, а угол раструба по возможности малым. В результате хорошие рупоры получаются очень длинными. С помощью вот таких звукоулавливающих рупоров во время Второй мировой войны определялось направление на вражеские самолеты. Наш рупор имеет длину всего полтора метра. Однако с его помощью вполне возможно переговариваться на расстоянии в несколько сотен шагов. Покричим без рупора. Почти ничего не слышно. А теперь просто поговорим. В отличие от трубочного телефона, рупор хорошо передает высокие звуки и обрезает низкие.